Для жителей Артёмовского городского округа, наряду со всеми уральцами, лето выдалось на удивление жарким и сухим. Зачастую артёмовцам невольно приходится наблюдать необычную пелену, укрывающую территорию округа, происхождение которой люди связывают с различными природными явлениями. В действительности это не что иное, как смог от лесных пожаров, бушующих на соседних территориях со Свердловской областью. Если с лесными пожарами в АГО, как и по всей области, достаточно спокойно, то другим территориям России приходится бросать на борьбу с огнём все силы. В связи с этим принять дополнительные меры по противодействию лесным пожарам поручил губернатор Евгений Куйвышев в ходе совещания с главами муниципалитетов по мониторингу достижения важнейших целевых показателей социально-экономического развития Свердловской области. Вы сами видите, какая сложная ситуация в стране. Горят леса, у наших соседей горит Ямал-Аненецкий округ, Сибирь. Сильный смог от лесных пожаров накрыл практически всю Свердловскую область. И у нас ситуация с лесными пожарами более благоприятная, чем у соседней. И мы даже смогли направить подразделение Уральской базы авиационной охраны лесов на помощь Ямал-Аненецкий автономный округ. Но это не значит, что мы можем чувствовать себя спокойно. Необходимо принять дополнительные меры по противодействию торфейным пожарам, активизировать разъяснительную работу с населением и правилах пожарной безопасности в лесу. Как отметил начальник ГУМЧС России по Свердловской области Андрей Заленский, с начала пожароопасного периода на Среднем Урале зарегистрировано 435 природных пожаров на площади чуть более 2200 га. Для их тушения задействовано более 5000 человек и 12 единиц техники. В первые сутки удалось ликвидировать 342 очага возгорания. Оперативное реагирование сил и средств тушения позволило избежать распространения огня на большие участки и сократить площадь возгораний. По словам Андрея Заленского, в этом году стоит жаркая и сухая погода. И в августе прогнозируется увеличение количества лесных пожаров, поэтому требуется наиболее активное взаимодействие всех участников тушения. Он обратился к главам муниципалитетов с просьбой своевременно сообщать о возникновении пожаров через ЕДДС и оказывать необходимую помощь в тушении. В настоящее время, по данным ГУМЧС, на территории Свердловской области в связи с лесопожарной обстановкой продолжает действовать особый противопожарный режим в 12 муниципалитетах.